Всех представителей знака Зодиака Рыбы, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео я хочу представить вам прогноз на 2019 год по всем сферам жизни. Работать я буду сегодня на двух колодах, это Таро Золотой Нити и Венецианская Таро. Я сейчас покажу колоды для тех, кто практикует сам, либо является коллекционером. Работать я буду по своей схеме. На старших арканах, которые я выбрала из колоды, я выложу основные тенденции по всем сферам. А на Венецианском Таро мы будем дополнять событийно, как же будут проигрываться у вас события. Хочу напомнить, что расклад является общим, поэтому проиграется однозначно он не у всех. Но тем не менее, просмотрев его, вы можете посмотреть, какие тенденции ожидает ваш знак Зодиака в 2019 году. И, скажем так, в чем можно себя предостеречь и какие сделать выводы. Итак, давайте смотреть, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Что от вас уйдет в этом году, что придет в этом году. Карта года и совет от карт. Я все арканы буду вам подносить, вам все будет хорошо видно, поэтому не переживайте. Итак, давайте смотреть, что вас ожидает в сфере работы. В плане работы, мне кажется, и так очевидно, это полная реализация, потому что солнце. Это, знаете, как самоутверждение, это карьерный рост, это плодородие. Если у вас свое дело, то развитие вашего дела. Что здесь еще может проиграться? Ну, во-первых, знаете, как реализовать себя. Реализовать свои планы. Это, знаете, как подкрепить еще больше свои амбиции. Кстати, единственное, как оно здесь может проиграться, не то, что в негативном аспекте, то есть у кого здесь пенсионный возраст, потому что по солнцу это еще может быть выход на пенсию. Поэтому, да, заслуженный отдых. Солнце это карта отдыха. Давайте все-таки посмотрим, как у вас здесь отыграется. Ох, как. Ох, как. Сейчас даже еще одну карту дотяну. Итак, давайте смотреть. Все арканы буду подносить сейчас. По королю жезлов. Занимать какие-то лидирующие позиции. Здесь может быть, знаете, как... Не только занимать лидирующие позиции, но и быть фаворитом у руководства. Либо активно развивать свое дело. Потому что здесь у вас не только страсть и потенциал, но по королю мечей это хладнокровный ум. Это тонкая расчетливость. Это, знаете, может быть... Не говорю, что запугивание, но тем не менее это авторитет. Посмотрите, вы здесь как великий хамелеон. То есть человек, который выбирает в себя все качества. Особенно здесь касается мужчин. Если здесь смотрит женщина, то протекция со стороны... Это, как правило, руководители огненной и воздушной стихии. Дальше, что мы здесь смотрим? Единственное, что по пажу мечей... Будьте аккуратны. Потому что если здесь вы еще рассчитываете на повышение... Ну, не могу сказать, что на вас будет шить дело. Но о вас будет четко собирать информацию. Потому что паж мечей... Ну, простите, это проверки на вшивость. Это сбор о вас информации. Перепроверка ваших качеств. Здесь будет четко, скрупулезно смотреть, кто вы, что вы, чем вы живете, с кем вы живете. Какие ваши планы, какие ваши цели. Может быть прослушка. Кстати, по королю мечей, это король жезлов, король мечей и паж мечей. Это может быть какая-то прослушка, либо свежка, либо проверки на полиграфе. Знаете, как инициированные вашим руководством. Может быть, и даже вот так. Но, тем не менее, по аркану силы вы отстаете здесь свои права, отстаете интересы. Потому что, не забывайте, у вас карта в сфере работы солнца. То есть, это реализация ваших целей, ваших армиций. Поэтому, в плане работы, у вас здесь стабильная ситуация. Несмотря на все какие-то перипетии и ситуации, которые у вас здесь могут сложиться. Так, сейчас пододвину. Хорошо, давайте смотреть, что вас ожидает в плане финансовой сферы. Здесь падает старший аркан жрец. Жрец сам по себе не указывает на финансы. Это карта, допустим, карьерного роста, либо перспектив развития бизнеса. Либо обучение вашего, то есть, стажировка, вебинары, семинары, бизнес-классы. Его вы здесь можете обучать. И за счет этого зарабатывать деньги. Ну, давайте посмотрим. Либо здесь может быть финансовая поддержка со стороны отца, супруга, брата. То есть, представители вашей семьи. Ну, могу вам сказать однозначно. Смотрите, все три старших аркана, поэтому в плане финансов, я бы сказала, вам даже можно позавидовать. Маг, правосудие, старший аркан мир. Даже если у вас здесь проходят какие-то судебные процессы, либо проверки, вы их смело выдержите, отстоите свои интересы, вы будете хорошо юридически подкованы. И по аркану мир это замечательная прибыль. Даже если у вас здесь нет никаких ни вопросов проверок, ни дележки имущества, однозначно здесь с финансами все будет год. Что здесь еще может проиграться, как ситуация нотариального оформления, либо получения наследства, как вариант при живых родителях, при помощи дарственной. Потому что вот маг, правосудие и карта мир. То есть, уже вступить в долю, либо в наследство. Прошу прощения, захрипла немножко. Так, в плане здоровья. В плане здоровья у вас падает колесница, то есть, состояние здоровья стабильное. Давайте, ну, как мы прекрасно понимаем, не может быть у нас круглогонично хорошее состояние здоровья, поэтому будем перепроверять все-таки, на что нам здесь следует обратить внимание. Так. На что хочу обратить здесь внимание? Двойка мечей. Четверка кубков, пятерка мечей и императрица. Объясню, как может трактоваться. Либо заболевание по-женски парных органов. Будет требоваться здесь хирургическое вмешательство. Ну, каким? Ну, может быть, лазерное какое-то лечение, либо прижигание. Да, женщины у меня поймут, о чем я говорю. И восстановление вашего здоровья. Это во-первых. Во-вторых, острый какой-то болевой синдром. То есть, здесь может идти болезнь парных органов, либо просто ситуация приступа. Потому что вот четверка кубков, она часто указывает на кисты. Чаще всего. Понимаете, здесь все-таки идут болезни, как по-женски. Я не пытаюсь вас пугать. Здесь может либо пройти хирургическим путем, либо за счет какого-то лечения вмешательства. То есть, потому что пятерка мечей – это обостренная ситуация. Что, ну, как может отыграться здесь еще? Четверка кубков карты апатии, карты депрессии, карта интоксикации лекарствами. Из-за этого может быть кризисное состояние. Когда, допустим, вы лечили одно, а по факту пока лечили другое. И по карте императрицы это будет и период восстановления. Может быть еще и так. И у кого-то здесь может стоять еще выбор касаемо того, оставлять здесь беременность или нет. Еще вот так может проигрываться. Если здесь смотрит мужчина, то здесь идет какая-то, знаете, как приступы. Какие-то вот болевые пороги. Сейчас объясню, в чем у вас здесь может быть. Интоксикация от лекарства, либо от алкоголя здесь может быть. И что еще? Ну, не знаю, по двойке мечей, пятерке мечей. Ну, какая-то вот боль резко. Не знаю, там камень выходит из почек. Может быть резко какая-то вот зубная боль, которая вас долго донимает. Но по императрице идет ситуация восстановления. Так, хорошо. Давайте смотреть, что у вас в сфере личной жизни. Здесь у нас падает старший аркан император. Сейчас мы дотянем сразу арканы. И в связке карт будем их трактовать. Потому что, ну, как правило, император – это карта стабильности, комфорта, безопасности, уверенности в завтрашнем дне. Обретение второй половины и супруга для женщин. Для мужчин то, что вы, скажем так, будете здесь ведущей скрипкой и будете сами хозяином положения, будете сами рулить своей личной жизнью. Ой, что же у вас такие значимые прям перемены. Сейчас посмотрим, куда они вас приведут. Так, ну, смотрите. По аркану император. Думаю, вам видно. Восьмерка жезлов, тройка жезлов и колесница. Быстро и резко развитие ситуации. Новые возможности, новые встречи, новые знакомства. Либо в дороге, либо после переезда, либо на расстоянии, либо в целом просто быстрое развитие отношений, если у вас таковые уже есть. К чему конкретно? Видите, как здесь упало? Понятно, что не ваша стихия, но тем не менее. Король Пентакли, королева Пентакли. Обретение пары. Супруги. Супруги, понимаете? И если здесь, то есть если на текущий момент вы свободны, это обрести своего партнера. То есть если смотрит мужчина, найти свою вторую половину, найти женщину. Если вы уже состоите в отношениях, то это желание перейти и вывести ваши отношения на новый этап. Съехаться, либо переехать к партнеру, либо просто принять какое-то решение в плане развития ваших взаимоотношений. Потому что падаете здесь, как пара. Там видно вам, да? Ну вот так вот, хорошо. Давайте смотреть, что уйдет от вас в этом году. Карта Сила. Ну, либо ваше желание насильно что-то контролировать, либо насильно что-то удерживать. Что еще здесь может быть по силе? Например, когда вы больше отдаете предпочтение, знаете, ну не то, что для вас не важен здесь секс, но во главу угла вы будете ставить больше духовную связь и вас не будут волновать какие-то пустые сексуальные взаимоотношения. Так, ну давайте все-таки дотянем, какой сферы здесь касается. Итак, здесь однозначно уйдет ситуация безрассудства, потому что вот падает здесь Дурак, Туз Мечей и Десятка Пентакли. И желание создать, либо преобразовать семью. Поэтому по Арканусе Сила. Ну, то есть вы не будете давить, это как-то ситуация разрешится сама по себе. Мягко, да? Что здесь еще может быть? Десятка Пентакли, Туз Мечей и карта Дурак. Так, вообще, я не знаю, как здесь по колоде Евгения Винницкого, он своей аннотацией этого не прописывает, но Туз Мечей в связке с Дураком и Десятка Пентакли, здесь может быть желание завести ребенка, но по Арканусе Сила, допустим, это может быть Экозачатие, а здесь, например, как вариант, пустить ситуацию на мастер-самотек, пусть будет как будет, да? Пусть все решается естественным путем. Хорошо, что придет к вам в этом году? Здесь падает карта Повешенный, ситуация застой, сейчас посмотрим, в чем. Либо необходимость посмотреть на происходящее по другим углам. Давайте смотреть, чего конкретно это будет касаться. Вы знаете, здесь чего это конкретно будет касаться. Вот почему-то бьет по сфере личных отношений, сейчас объясню, почему. Итак, по Королеве Мечей. Здесь, не смотрите на сам Аркан, который указывает на стихию, здесь какое-то чувство обиды, либо чувство одиночества. С чем оно связано? Вот видите, в большей степени проиграется для женщин. Ситуация потери, потери бывшего партнера из-за предательства. Почему? Потому что вот падает Аркан Смерть, падает Король Кубков и падает Восьмерка Мечей. Выйти из созависимых отношений, которые пустые, которые просто для любовной связи, для любовных утех. Видите? Отказаться от формата таких взаимоотношений. Если здесь смотрит мужчина, возможно, у вас здесь идет речь о женщине воздушной стихии. Это водолей, близнецы, либо весы. И, как следствие, будут потерять эту женщину. Видите? Отказаться от зависимых отношений. Что еще здесь может быть? Уж простите, но скажу, как я. Если бы у меня практики поймут, замалчивая такой нельзя. Если у вас есть женщина какой-то в воздушной стихии, особенно родственница, пожелать, скорее всего, здесь есть вероятность, вероятность, повторюсь, ее смерти. Потому что Пятерка Кубков, еще в связке со смертью, это, к сожалению, потеря. И по Аркану Повешены, это когда вы будете находиться в таком вот подвешенном состоянии, потому что вам тяжело будет это принять. К сожалению, но факт. Вы поймите, я рассказываю, описываю реально, как они есть. Не потому, что мне хочется подать вам негативную информацию. Но в жизни не бывает все гладко. Поэтому, знаете, как предупрежден, значит вооружен. И если у вас действительно есть человек, которого я описываю, и воздушной стихии, и есть такова вероятность, то это как вам импульс для того, чтобы вы максимальное количество времени проводили с этим человеком, дарили свое тепло, свою радость, свои эмоции, свою заботу. Хорошо, давайте смотреть на карту года. Карта года, здесь у вас идет отшельник, то есть переосмысление, открытие новых горизонтов, новых возможностей, углубление, возможно, в исторические знания, познание себя. Давайте все-таки я посмотрю, чего здесь касается. Летянем все-таки кокос сферы. Так, что вы тут на себя такое развалили. Так, вот знаете, чего здесь будет касаться. Опять же, я пишу двояко. Первое, известие, как тяжелая ноша, которая ставит вас в тупик, касательно семьи. Как я сказала, это может быть известие о родственнице, и по аркану отшельников, и долго будет от этого отходить, но увы, как есть. И лишь же второй момент, здесь вот ситуация одиночества, которая для вас была лить мотивом, и была для вас тяжелым грузом, и как следствие вам дадут предложение, либо вы сделаете кому-то предложение, но будете вместе с тем сомневаться, как же вам поступить, какое же решение принять. Но по десятке кубков здесь у многих идет создание партнерства с целью в будущем создания семьи. Хорошо, и совет от карт для вас на этот год. Вот императрица, то есть девочки мои дорогие, любимые. Если кто-то долго сомневается, вступать вам в новые отношения, либо если вам будут делать предложение, принимать его или нет, принимайте. Потому что по императрице это стать в статусе официальной супруги, это быть матерью, это реализовать свой женский потенциал, это раскрыть всю свою возможность, потому что, ну вот знаете, свою женственность, все свои внутренние качества, свою харизму, свою энергетику. Вот и карты у вас здесь семейные идут. Также в плане совета, о чем здесь говорит по императрице, это уделять время маме. Особенно у кого мама здесь воздушной стихии. Что здесь еще может быть? Если здесь меня смотрит мужчина, ну а для вас это обретение второй половины. Совет идти в партнерство. Если тем более женщина, которая вам оказывает любовь, о вас заботится, то это ваши половины рядом. Об этом говорят карты. То есть не нужно быть отшельником, пора преобразовать. Ну то есть изменить свою ситуацию в корне. Хорошо, сейчас даже дотяну для вас карту. Что здесь? Потому что по тройке кубков это будет карта, знаете, новых эмоций. Празднество. Сейчас дотянем, посмотрим, с чем это она будет связана. У вас в прошлом был негативный опыт. Почему? Потому что была ситуация предательства. Вот вы закрылись, вы стали отшельником. Но, как говорят карты, Паш Пентакли у вас будет новый опыт в отношениях, который завершится позитивно. Потому что я показывала вам по картам, вы спадаете как пара, как король и королева Пентакли. Вот такой для вас вышел расклад. Да, я его, конечно, к сожалению, добавила в него ложки локтя, но с позиции не испортить вам настроение, а предостеречь. Если такая есть возможность, то уделить внимание этим людям и по максимуму исправить эту ситуацию. Как, насколько это возможно. Рыбки мои дорогие, я честно, от всей души искренне вам желаю, вам и вашим близким, благосостояния, здоровья, счастья, любви, достатка, чтобы сбывались ваши самые искренние мечты, чтобы вы в этом году не испытывали предательства либо каких-то тягот. Самое главное, чтобы все ваши желания стали явлю. Побольше вам ярких, чистых и искренних в жизни моментов, чтобы потом было о чем вспоминать в старости. Я искренне вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok